Шемкенские педагоги просят сократить количество проверок в школах со стороны контролирующих органов. Вместо того, чтобы заниматься своей основной деятельностью, им приходится встречать ревизоров и оплачивать бесконечные штрафы. За помощью они обратились к заместителю премьер-министра Бердебеку Сапарбаеву и министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, которые посетили город с рабочим визитом. В школе гимназии номер 65 имени Ибрая Алтенсарина к визиту таких высоких гостей готовились основательно. Бердебеку Сапарбаеву и Асхату Аймагамбетову представили лучшие разработки учащихся. Показав совместные достижения школьников и педагогов, руководство школы поделилось с ревизорами главными проблемами. В первую очередь учителя попросили снизить количество проверок в школах. Сейчас в сентябре месяце дали им отдельную статус, они теперь сами финансировали делать, понимаете. Там проверка СЕС, это каждый год проверяет, пожарный, но теперь будет финансово проверять, понимаете. Бухгалтерия сейчас была в городах, а сейчас в сегодняшний день, в сентябре месяце, все школы имеют свою бухгалтерию. Сейчас СЕС не будет проверять. Я бы задал вопрос, в чем, когда прекратится проверка в школе. Как в сентябре месяце вся структура проверяющая в школе. Надо, не надо, поэтому Бердебеку Сапарбаеву сказал, что примет меры. В классах должно быть по 25 учеников, но из-за нехватки мест на самом деле школьников за партами гораздо больше. По словам заместителя премьер-министра Бердебека Сапарбаева, в этом нет вины ни учителей, ни директоров школ. И этот вопрос будут решать в ближайшее время, а вот проверки по пожарной и пищевой безопасности в столовых будут регулярными и обязательными. К тому же необходимо уделять особое внимание к культурному и физическому воспитанию подрастающего поколения. Почему у нас растет правонарушение среди наших детей? Потому что детям, не всем, конечно, некоторым детям после школы нечем заниматься. Он гуляет, родители работают, а ребенок сам собой, и вот пожалуйста. А надо сделать, чтобы он не гулял, чтобы он занимался спортом, искусством, культурой и так далее. Вот сейчас у нас спортзал, актовый зал достаточно. Сейчас уже министерство решило этот вопрос, чтобы вечерами использовать этот актовый зал. Что спортзал использовать не только для этих самых детей, для вот остальных. Пусть деньги платят, пожалуйста, платные услуги, деньги надо зарабатывать. А вот проблему дефицита мест в школах нужно решать через ГЧП, считают спикеры. В Шемкенте сегодня 22 частные школы, там учатся свыше 8 тысяч детей. В будущем планируется открыть еще 15 частных образовательных заведений. Также профильный министр рассказал и о других приятных переменах ближайших лет. В течение четырех лет будет постепенно увеличиваться заработная плата учителей. В школу будут привлекать магистрантов. Им будут доплачивать по 25 тысяч тенге каждый месяц. Доплачивать будут и за классное руководство, и за проверки тетрадей. За наставничество, например, будут платить 17 тысяч тенге. Остальные вопросы, которые сегодня подняли, мы тоже примем к сведению и обязательно решим. Нашел место в своем плотном графике заместитель премьер-министра и для встречи с представителями других социально значимых сфер. На повестке самые актуальные вопросы – внедрение обязательного медицинского страхования и выделение социального обеспечения. Татьяна Ковалева, Аят Дюсимбаев, Хабар-24, из Шемкента.